Мы продолжаем серию наших открытых, как это назвать, концерт, репетиция, лекция, в которых участвуют солисты ансамбля Студия Новой Музыки. Сегодня это Станислав Малышев, Сергей Черков и Марина Рубинштейн. Кроме исполнителей на инструментах, у нас в этом проекте участвуют всего три композитора. Николай Попов, Александр Хубеев, а меня зовут Алексей Наджаров. Сегодня третья пьеса, если я могу назвать это пьеса, третий мой день, в котором я участвую вместе с ребятами. И сегодня я хотел вам предложить попробовать интерактивную пьесу, в которой вы можете поучаствовать. Я надеюсь, все, кто хотели, уже попробовали подключиться. Дело в том, что формат, предложенный нам, формат этих дней, он был предложен таким образом, что это некая открытая репетиция, work in progress, то, что мы делаем за это время, и получаем какой-то, я надеюсь, результат в конце. Собственно говоря, мы делали два дня с live-электроникой и импровизацией, с тем, как это работает само по себе, как это работает вместе с live-электроникой. Сегодня я хотел показать, как это может сработать с взаимодействием вместе со зрителями. Это, на самом деле, раз уж это должна быть часть работы, которая фактически создается в том числе здесь, на самом деле, вот часть этой пьесы, эта пьеса будет использована 26 октября в рамках фестиваля «Московская осень» в Доме композиторов. И, соответственно, сегодня мы пробуем определенный фрагмент, пробуем вот это взаимодействие, пробуем, что из этого получится. На самом деле я хотел предложить, в принципе, ребята уже начали это делать как бы до концерта, я на самом деле хотел предложить, я, может быть, сейчас кому-то дам слово, кто-то, может быть, прокомментирует, хотел предложить следующую вещь, просто продемонстрировать, как происходит взаимодействие импровизационное, когда музыканты играют без каких-то лишних слов со стороны автора, который почему-то пришел и что-то им рассказывает, что нужно делать. Я могу кому-то передать микрофон, кто-то может что-то, дополнительный комментарий. Я бы хотел добавить, что мы не просто играем без лишних слов со стороны автора, но и без лишних нотных листочков, поэтому это не в чистом виде импровизации, но не в чистом виде композиции. Алексей, ты довольно рано уселся за компьютер, потому что я думаю, что всем было бы интересно, что делать с телефонами и каким образом участвовать. И в общем нам тоже на самом деле, потому что у нас в этот раз, кроме собственно наших инструментов и скрипача, который все знает, у нас есть еще телефоны. И мы не сильно дикие люди, но тем не менее в данном контексте как-то немножко необычно их использовать в таком варианте. Ими можно играть на инструменте, вот будет звук. Но я не думаю, что фирма не будет делать рекламу, обрадуется. Это примерно как я использую компьютер для написания музыки, да, то есть беру компьютер и, соответственно. Я на самом деле хотел предложить вам просто какой-то небольшой фрагмент, но в принципе это уже происходило. Попробуйте просто, да, как происходит взаимодействие между вами, когда не происходит ничего со стороны лишнего. КОНЕЦ 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 Ребята, спасибо. Давайте, собственно, попробуем теперь сделать что-то вместе с телефонами. Сейчас у всех на экранах должны появиться различные кнопки. Я особо не слежу, кто с кнопками. Сейчас я включу звук. Но судя по тому, что что-то происходит, уже что-то работает. А давайте попробуем понажимать только на третью кнопку, которая обозначена синтезированный тон. Нужно поиграть что-то? А давайте попробуем поиграть с тем, что все, у кого есть телефоны, нажимают на последнюю кнопку, а вы пытаетесь с этим материалом одновременно импровизировать. Ваня, Ваня, Ваня. Ваня, Ваня. Ваня, Ваня. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА